Доброе утро, друзья! Сегодня будем делать с вами цыплят, украшение для пасхальных куличей. Для этого нам понадобятся яйца и сахар. Потом еще понадобится лимонная кислота или лимонный сок. И совсем чуть-чуть соли для баланса вкуса. Значит, смотрите, я беру порцию 160 грамм белка. И, соответственно, сахара будет в два раза больше. Это будет 320 грамм. Сейчас в миску разбиваем. Белки отделяем от желтков. Аккуратно очень. Миска должна быть сухая и чистая. Сахар приготовила. И поставьте параллельно в ковшике воду подогревать. Потому что мы будем делать на водяной бане швейцарскую меренгу. Значит, приступаем. Смотрите, яйца у меня не крупные. Вот такие вот. Я аккуратненько вот так вот их... Сейчас вот так покажу. Аккуратненько отделяю их. Обязательно надо предельно быть осторожными, чтобы... Я уже знаю, что это будет 5 яиц. 160 грамм белка это 5 яиц. Потому что я уже делаю это не один раз. И... Как бы все это испытала. Желтки мы не выбрасываем. Сейчас приближается пасхальная неделя. Будем делать куличи. Желтки нам понадобятся. Вот так я их собираю в отдельную чашечку. И они у меня стоят, ждут своего часа. Здесь у меня, смотрите, весы. И я сейчас буду 320 грамм сахара сюда отвешивать. Ставлю на 0 и сыплю. И так, друзья, 320 грамм сахара у меня здесь. И берем с вами венчик. Вот так немножко перемешиваем. Вода у меня уже закипела. Мы ставим эту миску на водяную баню. И начинаем с вами на водяной бане, вот так помешивая, доводить белки с сахаром до 60 градусов. Чтобы понять, что они у нас готовы, если у вас нет градусника, то пробуем, я покажу, как будем пробовать. Берем, окунаем палец и растираем. Вот так вот. Окунаем пальчик и растираем. Смотрим, если крупинок сахара нет, значит все белки готовы. Друзья, смотрите, вот у меня стоит ковшик. И газ я сделала такой, меньше среднего. Обязательно миска должна стоять вот так вот, не касаясь воды. И вот так мы помешиваем. Здесь у меня все фольгой застелено, потому что я делаю пирожки по утрам на заказ. И чтобы здесь масло не летело, это я для тех, кто спросит, почему здесь у вас фольга. Вот, поэтому вот так постепенно помешиваем обязательно, чтобы у нас водичка кипела. И будем с вами растворять. Пока у нас на водяной бане дети разогреваются, растворяются, мы с вами подготовим все. Смотрите, друзья, вот так я застелила пирожки пергаментом. Обязательно нужно застелить. У меня силиконизированный. Можно взять любой, потому что они не прилипают. Я вот так, смотрите, уголочки. На пергаменте вот так, смотрите, уголочки надрезаем. Он тогда отлично сюда вот так укладывается. И по уголочкам, видите, вот так заворачивался. Это прекрасно сюда потом помещается. И еще хотела вам показать. Смотрите, друзья, я вот так немножко сюда водички наливаю. Чтоб не двигался у нас пергамент. Лежал плотненько. Я вот так вот делаю. Все. Это уже нам не понадобится, мы убираем. Друзья, насадки, чтобы делать цыплят, насадки нам никакие не понадобятся. Смотрите. Цвет можно делать любой, какой вам нравится. Хотите коричневый, хотите белый, хотите желтый. Какие хотите. Хотите маленькие, хотите большие. Вот видите. Вот эти глазки я делала красителем черным. Черный краситель и зубочистка. Так, смотрите, мы берем с вами кондитерский мешок и делаем отверстие, какое нам понадобится. Если мы будем большие делать, больших цыплят, значит побольше делаем надрез. Если маленькие, поменьше. С этого будет зависеть, что тут какие безешки у нас будут получаться. Смотрите, вот так я на стакан одеваю и вот так подготавливаю еще один пакет. Потому что еще пакет мне понадобится. Я буду два цвета делать, белый и желтый. И один мешок нам понадобится, чтобы сделать, вот покрасить безе в оранжевый цвет, чтобы делать хохолок и клювик. Здесь мы делаем совсем маленькую, маленькое отверстие, вот где-то прям чуть-чуть срезаем уголок. И все это у нас подготовленное улежит. Друзья, смотрите, все у меня уже здесь готово. До 60 градусов я довела. Смотрите, получается вот такая вот жидкость. Проверяла я вот так, обмакивала палец и вот так вот, смотрите. Все, крупинок нет. Все готово у нас. Выливаем сейчас в чистую чашу миксера. Я буду делать стационарным миксером, взбивать. Чаша должна быть чистая. Здесь у меня немножко белка следы, я взбивала только что. Вообще, конечно, нужно обязательно вот так все насухо протереть, чтобы чистенько было и сухо. И выливаем сюда эту жидкость. Белки с сахаром, которые мы с вами уже проварили. То, что белки были сырые, это не страшно. Они прошли до 60 градусов обработку. И еще будут в духовке сушиться где-то, наверное, часа два в виде безе. Поэтому здесь даже не надо опасаться. И ставим взбивать. Друзья, я буду взбивать на четверки. Сильные обороты не ставим, потому что должны белки постепенно взбиваться, насыщаясь кислородом. Они так быстрее собьются. Если вы будете миксером ручным взбивать, то где-то на тройке, наверное, вначале. Потом можно на четверку увеличить. Но не больше. И взбивать где-то нужно будет минут, наверное, 10-15. Ну, я посмотрю по времени, сколько я буду взбивать миксером. Потом вам покажу. И скажу. Значит, до плотных пиков взбиваем. Когда масса побелеет, совсем уже побелеет, видно, что она уже взбилась, добавим лимонную кислоту и немножко соли. Смотрите, друзья, взбилась у меня меренга. Сейчас покажу вам. Вот, видите, плотные пики. Вот такая она должна быть. Гладкая, блестящая, однородная, без всяких крупинок сахара. Сейчас я белую для белых цыплят откладываю вот сюда. Вот так. Вот такую порцию снимаю. Откладываем сюда. Она у нас будет лежать. А следующий пакет для желтого цвета цыплята я буду окрашивать. Окрашивать буду вот такой краской. Видите? Это пищевой краситель. Топ-декор. У меня желтого цвета. А для клювиков у меня есть красный. Когда желтый смешается с красным, будет оранжевый. Обязательно, когда будете добавлять краситель, я вот так салфеткой оборачиваю его, потому что он может политься. Так, смотрите. Вот так я капаю. Смотрите, друзья. Видите, я несколько капель добавила. Сейчас я буду вот так вот вымешивать хорошенько. До равномерного окрашивания. Смотрите, какой цвет вы хотите. Если насыщенно желтый, значит добавляете еще. Если бледно-желтый, будете регулировать. Есть краска сильно насыщенная такая, есть не особо. Приходится ее добавлять. Вот, смотрите. Это будут вот такие желтенькие спрятки. Но учитывайте то, что когда будет сушиться безе, она немножко потеряет в свете. Поэтому надо делать немножко насыщеннее, чтобы потом цвет выровнялся. Вот такая вот получается структура. Сейчас я буду сюда наполнять. Вот так аккуратненько наполняем. Вот так получается, видите. И немножко оставляем безе для того, чтобы потом сделать крюлики. Но много не надо. Вот, допустим, вот столько хватит где-то. Вот так вот. Сейчас покажу, как будем делать крюлики. Вернее, как будем красить для крюликов. Заполняем и вот так складываем. Теперь добавляем сюда красный краситель. И обязательно на салфетку, чтобы не... И вот так начинаем размешивать. Вот такой цвет получается. Равномерно его делаем. Вот такой получится цвет. Если даже у вас вот тут будет... Видите, немножко там желтого. Вот так вот смешиваем. Ничего страшного. В процессе... Видите, когда вы будете вот так его сюда... Вот, видите. Он смешается. И ведь будет однородный. Сейчас покажу, как будем делать. Итак, смотрите, друзья. Вот так мы делаем... Вот такое основание. Потом второе делаем вот так поменьше. И желательно вот так закруглить его. Дальше. Делаем основание. И вот так отрываем. И так. Вот такие вот получаются заготовки у нас. Сейчас я еще сделаю. И точно так же мы делаем желтые. Можете вот так сделать сначала. Вот такие заготовки. Вот так вот пакеты рваются. Обязательно, когда будете покупать пакеты, обращайте внимание, чтобы швы у пакетов были плотные. Потому что... Вот у кондитерских мешков. Потому что вот у меня, видите, как происходит. Я сейчас сделаю вот такие заготовки. А потом сверху отсажу еще вторую часть. Потому что если я сейчас сделаю, у меня может не хватить детей. Рассчитывайте на то, чтобы у вас хватило на все. Вот эти вот хохолки, мы потом на них будем отсаживать рябешок. Поэтому их можно не выравнивать. И продолжаем. Можно делать на два пакета, чтобы в случае вот так вот, как у меня получилось, предостеречь. Один на один пакеты. Насаживаем, чтобы... Вот пока. Маленький остался, поэтому я, чтобы его безы не выбрасывать, я... И теперь будем сейчас делать с вами сначала клювики. Почему я сказала тоненькую делать дырочку, чтобы вот смотрите... И уже к ротвине вот так нужно вращать, чтобы смотреть, как лучше, куда клювик отсадить. Сначала делаем клювики. Вот такие. Внимательно смотрите, чтобы у нас не получилось, что мы пропустили. А теперь будем делать гребешки. Гребешки можно... Смотрите, вот этот вот. Вот так. И вот так. Видите? Сейчас покажу вам. Вот так. Сейчас я сниму камеру и покажу поближе. Вот, допустим, на этом. Так. Сейчас настроим. Вот так. И сейчас... П смотрите друзья когда вот вы отсадили первый слой гребешка вы можете дать немножко постоять и потом через какое-то время сделать вторую я например делаю сразу вы как вам удобно потому что это же без это не зефир это зефир когда он долго быстро он стабилизируется его долго нельзя оставлять в мешке а зефир можно этот обезем можно поэтому ну вот так вот делаем эти гребешки процессе сушки они сейчас еще от температуры немножко как бы раз выводства и они будут ровненькие такие цыплята у нас получается глазки будем делать когда безе высохнет на теплое безе из красителя будем делать глазки глазки у нас будут здесь поэтому здесь у нас все понятно так вроде бы я не пропустила ни один гребешок и сейчас мы поставим в духовку на 80 градусов сначала потом где-то через час на 90 выше нельзя потому что будут они белые будут желтеть а у желтых будет такое неравномерное окрашивание будут подсыхать где больше где меньше и если высокая температура безе будет крошиться поэтому сушим 80 и потом через час добавляем 90 был цыпленок весел потому что весел нагулявшись по дворам ровно 20 грамм был козленок весь и